Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Когда я вчера или позавчера снимала видео про огурцы, про недостаток калия, то некоторые люди заметили, что у меня одна сторона на подвязках, на веревочках, а другая на шпалерной сетке. Но так как некоторые даже не знают, что это такое, и спрашивают, это как сказать, ну что это, куда вот эти огурцы прилепляются, что это за сетка. Сейчас я объясню. Она появилась не так давно, в каких-то регионах давно ей пользуются, у нас вот не так давно. Я в этом году первый раз повешала, потому что все не доходили руки. Продается в любом садовом магазине, есть вот такая фасованная, видите написано, сетка шпалерная. Отличная опора для вьющихся растений. Два метра высота, пять длина, или два метра высота, десять длина. Это вот расфасовки, которые они уже готовы и в пакетах. Вот такая одна пятиметровая сетка стоит 150 рублей. Я купила два варианта. Одну вот такую в расфасовке, а другую в рулонах. Рулонами она стоит еще дешевле, 15 рублей метр. Вот у меня 10-метровая теплица, 10 метров я купила за 150 рублей. Все свои впечатления о этой сетке я выложу только осенью, потому что только начала. Но пока я вижу, что они очень хорошо сами цепляются, это экономит время, то я обычно тут ползаю по ним. И вот эти вот, видите, маленький огурчик, он уже пустил усик и прицепился крепко. И тут все остальные тоже, вот прям за витками, они все-все-все вцепились в эту сетку. Мне уже не нужно ходить, подвязывать, привязывать. Это мне очень пока что нравится. Но моя подруга сказала, что потом осенью их невозможно будет отцепить, отлепить от этой сетки. Но я уже мужу сказала, я говорю, если все лето я буду освобождена от подвязки-привязки этих огурцов, то я могу даже позволить себе за 150 рублей взять и вместе с усами просто выкинуть ее, сжечь. Это будет намного легче, чем я буду сидеть день-два отлеплять всю эту 10-метровую сеточку. Но вот пока что мне нравится. Какие есть виды шпалерных сеток, я выложу видео, потому что когда я покупала, я специально для вас сняла. Там есть подороже металлические покрытые каким-то, ну, пластмассовым, полиэтиленовым покрытием. Есть вот просто вот такие мягкие. Я купила пока что, начала с самой дешевой. Я не люблю сильно расходовать на всякие эти приспособления, много денег. Я считаю, что огород как должен себе... Ну, не надо сильно много вкладывать в огород, тогда иначе теряется смысл выращивания своих овощей, когда они будут выходить дороже, чем стоят на самом деле. Ну вот, это шпалерная сетка. Как будет она себя вести? Но пока что я довольна. Они очень крепко держатся. Дополнительной подвязки никакой не надо. Они самостоятельно вот улезли уже высоко-высоко вверх. Ой, против солнца, наверное, плохо будет видно. Ну, короче, все два метра они у меня уже заняли. Все, до свидания. О всех своих новинках, все, что я применяю в своем огороде, я все делюсь, выкладываю на страницы в Одноклассниках. Заходите, добавляйтесь в друзья. Всем друзьям рассылаю все свои статьи, все свои видеоматериалы. Набирайте. Ольга Чернова, город Бийск, Алтайский край. Все, и вся моя информация будет вам доступна. До свидания. Желаю всем хороших урожаев. И, конечно, очень хорошо, что производители придумывают вот такие в помощь огородникам всякие новшества. До свидания.